Гагаринский дом 3. Хорошо понял вас. Скоро буду. Рачелло! Что? Скажи, а что это ты делаешь? Блин, что я могу делать, Кэп? Бомблю понемножку. Сам знаешь, какие сейчас времена. Деньги на донат нужны. Да не сыра, куха. Будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счета, плюс 100% кредитов придет. Оу май. Работа подождет. Ну что, Ракутагин, вот и очередной Ктар Варфейса. Есть такое, капитан, очевидность. Кнопку зажал, анскил показал. Приветствую вас, леди джентльмены и другие подруги. С вами Ракутагин, капитан, очевидность и новый МакПул ПДРС. Кстати, данной аббревиатуры нынче называют не саму пушку, но в том числе и ее обладатели. Как только видят человека с МакПулом где-то на паблике или на РЭМе, так и говорят. Смотрите, ПДРС. Ракутагин стайл. Сам пошутил, сам посмеялся. Оправдал ли этот ствол твоей надежды, Ракутагин? Нет, капитан, очевидность. Данный ствол моих надежд не оправдал. По одной простой причине. Никаких надежд у меня по поводу этого оружия и не было. И нет, не подумайте, это неплохое. Это обалденное, по сути, вообще метовое на инженера оружие. Просто мне оно как-то сразу, ну вот, оно что есть, что его нет. Души в нем я особо и не наблюдаю. С другой же стороны, что такое душа? Знаете, мне кажется, у многих так. Если пушка гнет, без шансов. Душа есть. Вот. Примерно так оно чаще всего и происходит. Положительными сторонами, конечно, является это очень низкий ТТК. На ближних дистанциях, там, условно, дистанциях медика-инженера, пушка обладает среди автоматического оружия, наверное, самым низким ТТК, превосходя по этому показателю даже СТК штурмовика. Правда, в отличие от данного имбового оружия штурмовика, Макпул, к сожалению, обладает достаточно неплохим таким разлетом, треской, да и отдача здесь присутствует. Кстати, в какой-то степени напоминает тот самый КТА. Ностальгия – это хорошо, но что по поводу реальной эффективности? Может ли данная пушка посоперничать с СТК? Вот тут, братишки, всё неоднозначно. И я бы, друзья, не сказал, что Макпул даже на дистанциях ближних прямо серьёзно как-то превосходит СТК. Я, конечно, ожидал, что, вылетая с этой пушкой на СТК до каких-то штурмовых дистанций, Макпул будет однозначно рвать. Однако нет, 50-50 примерно ситуация. Только на самых ближних там дистанциях, можно сказать, инженера действительно ощущается, что Макпул имеет какое-то плюс-минус преимущество. Но даже на дистанциях условно каких-то инженерных СТК показывает себя на равных. Да, и вы знаете, это не проблема Макпула. Я не буду говорить, что Макпул кал. Нет, Макпул офигенный ствол. Это лучший ствол инженера. Максимально низкий ТТК. Максимальный нагиб. Но опять же, тот же самый разлёт, плюс падение урона, плюс всё-таки какая-то присутствующая отдача позволяет СТК чувствовать себя, наверное, даже комфортнее, нежели с этим стволом. Да, парадокс. Вроде как оружие инженера, по идее, должно быть, наверное, в управлении попроще. Всё-таки оно менее универсальное. Но нет, ситуация такая, что СТК в управлении, в стрельбе, в контроле намного проще Макпула. А потому порой и прилично эффективнее. Что-то, братан, ты сегодня зарождаешь в душе моей смятения. Стоит ли тогда вообще выбивать этот Макпул? Или можешь дальше продолжать играть с Кедром? Вот такой вопрос, капитан Очевидность, не стоит в принципе. И опять же, тут дело не в Макпуле. Дело в Кедре. Кедр, к сожалению, устарел, стал как бы аутсайдером в тот самый момент, когда на свет божий наши разработчики родили СТК. Да, именно эту пушку. Опять же, обратите внимание, мы сегодня об СТК говорим больше, нежели о Макпуле. И как бы опять же, это опять же не вина Макпула. Просто СТК получилась слишком имбовой, слишком хорошей. Ноль отдачи, идеальный контроль, идеальная кучность и очень низкий ТТК. Лишь чуть-чуть уступающий Макпулу, и то на самых-самых ближних, практически дистанциях медика. Во всех остальных ситуациях СТК это просто автоматическая пушка номер один в Варфейсе. И с её появлением Кедр как бы, извините меня, но вот он, наш герой появился, Сосо Павлиашвили. Да, этот человек, известный, знаменитый, передаёт всем привет, особенно Кедру, после появления СТК. Вот и выходит, что у нас есть две пушки автоматические в игре, особенно если вы собираетесь играть на каком-то высоком, там уже плюс-минус соревновательном уровне, начиная от какого-нибудь там Алмаза Первого и Выше, там Мастер, Грандмастер. Либо ты играешь за штурма и берёшь СТК, либо ты играешь за инженера и, соответственно, берёшь Макпулу, Пиарси. Всё. Никаких других вариантов я не вижу. Да, я знаю, сейчас кто-то начнёт в комментариях там, а я вот с ХК бегаю, а вот я с Хелионом, а я с Хел... Пацаны, ради бога, вопросов ноль. Но если будет игрок вашего уровня и он выйдет на вас с СТК, ну, давайте, расскажите мне сказки, что вы всегда будете его кондрить. Бывает, бывает, Ликид, да. Да, бывает, игрок твоего уровня, твоей лиги, ты с Кедром, он с СТК, ты выходишь его раз за разом в контре. Но, такое везение кончится, оно не может длиться вечно. Один бой отыграл, два там, день даже ты прямо на максимуме каком-то, да. А потом всё. А потом вот, опять наш товарищ, смотри, как, блин, красавчик, он снова вылез. Вот, вот, вот это и будет. Потому никаких вариантов, друзья, ну, просто нет. Хочешь играть топово, хочешь играть на РМе, на высоком уровне, всё. Если ты штурмовик, это СТК, если ты инженер, это теперь МакПул. Никакие другие варианты лично мною, ну, в принципе, просто не рассматриваются. Нравится вам пушка? Не нравится. Нравится вам вот этот распил тела? Не нравится. Тут ничего не попишешь. Либо да, либо нет. Как говорится, против правды и здравого смысла не попрёшь. По сборочкам, капитан, очевидность на первый взгляд сложна, а выясняется, что всё очень легко. Конечно же, я обратился к тебе, спортсменам, а конкретно к моему товарищу, старому знакомому, Николаю Слейту, да. Я говорю, Колян, здорово, братиш, туда-сюда подскажи, вот, какую сборку собрать. И он мне сказал, Рокутагин, какую сборку? Мы на турнире, я этот ствол ещё даже в руках не держал. Ну, хрен ли, бывает? Рокутагин решил руководствоваться своим опытом. Опыт общения с киберспортсменами у меня уже достаточно богатый по части сборок. То есть мы уже месяцами в этом плане сотрудничаем, туда-сюда, всё обсуждаем. И потому, руководствуясь данным опытом, я, в принципе, понимаю, какая сборка лучше с их точки зрения. Да и, наверное, с точки зрения большинства опытных игроков, это будет самая топовая, самая ходовая сборка. Прям даже сомнений нет, что это будет именно она. И выглядит, друзья, она вот так. Здесь у нас крайне важный для пистолет-пулемётов параметр. Дальность, аж плюс три, просто перфекто. Здесь у нас, конечно же, множитель в тело, именно в тело, потому что тут коэффициент больше, нежели если прокачать конечности. Ну и, конечно же, прекрасный гибридный мод, ценность которого в основном выражается в повышении скорости передвижения. Что тоже очень важно, ведь порой даже решает не какое-то ТТХ оружие, а, скажем, тайминги. Кто где вовремя оказался, и с какой скоростью он это сделал, да, и с какой скоростью в случае чего он будет убегать. Поэтому набор, на самом деле, если хорошенечко головой подумать, ну, просто очевидный. Другие варианты есть, да, невозможные, но этот самый универсальный, этот самый классный. И этот вариант позволяет, с одной стороны, получить минимальный тайм-ту-килл, то есть спилить противника вообще максимально быстро. При этом сделать это на чуть более большой дистанции, нежели по умолчанию задумано. После чего быстро, сука, с места преступления скрыться. Бонжарно, сеньяре. В общем, гад Нателло, так сказать. Поставив данную сборку, поверьте, друзья, вы точно не пожалеете. И что-то, знаете, так вот думается мне скоро, когда вы, многие, начнёте спрашивать, там, тех же кибиспортсменов, какую сборку используешь, вы чаще всего увидите именно такой набор. Хотя есть ещё вариант, конечно, один из модов какой-нибудь, например, на скорость передвижения, заменить на темп стрельбы. Но тогда контроль ещё немножко ухудшится, и мы потеряем, опять же, скорость передвижения. Поэтому лично я бы этого делать не стал. Ну что ж, с этим всё ясно. Хотел у тебя спросить, Рокутаги, на как ты вообще относишься к ведению подобных пушек? В отношении кэпа у меня к данному вопросу, к данным нововведениям, крайне, если честно, друзья, неоднозначное. С одной стороны, я прекрасно понимаю, почему разработчики идут таким путём. И что-то мне думается, что не исключён вариант, что они вообще хотят избавиться от механики хедшотов на большинстве новых пушек. И это не исключено. Я реально так вот подозреваю. Это сделает игру более казуальной, более простой для новичков, для неискушённой публики. И позволит, скажем так, возможно, вдохнуть в Warface новую жизнь, привлечь новых казуалов. Это, на секундочку, не столько моё мнение, сколько я подозреваю мнение разработчиков. В общем-то, на самом деле, такая точка зрения имеет право на жизнь. Ну, в самом деле, откуда ноги-то растут в School of Duty, там примерно такая ситуация. То есть, оружие в основном в голову не ваншотит, кроме снайперских винтовок. Но людям это нравится. Это казуально. Time to kill низкий. Каждый нубас имеет право на победу. Именно это одна из причин, почему серия игр, данная, весьма популярна. И, кстати, ведь когда-то Warface, собственно говоря, тоже с этого начинался. Нет, ваншот в голову был, но, в общем-то, оружие достаточно резво пилило по телу, да и публика, опять же, была неискушённая. Поэтому таких задротов, которые бегают и нубасиков налево-направо раскидывают ваншотами по башке, ну, было просто по пальцам одной руки, наверное, сосчитать. Да что уж там говорить. В 15-м году, когда я приноровился и стал почти в каждом, там, втором-третьем видео ставить мозголомы, именно на этом, наверное, я и обрёл свою популярность. Потому что большинство удивлялись. Как так? Да я мозголома в жизни на ПВП не ставил. Так что, как ни странно, да. Теоретически, избавление от механики хедшотов на новом топовом метовом оружии может, скажем так, вдохнуть в Warface новую жизнь. Привлечь казуалов, облегчить игрокам казуальным, новичкам особенно, жизнь, дать им какой-то шанс на ноги. Но тут и есть одно большое НО. Я понимаю, что у Warface есть реклама, да и мы, собственно говоря, контент-мейкеры рекламируем данный проект. Но получится ли так, что приток новых людей будет достаточно большой, чтобы сохранить онлайн, либо нарастить его? И так ли уж сильно изменения в плане геймплея от механика хедшотов, если её убрать, скажется в плюс онлайну игры? Не получится ли наоборот? Ведь если различные какие-нибудь рекламные ухищрения не дадут солидного притока, да и незабываемо, игра складывается не только из того, как ты убиваешь, не из тайм-то-кила, механик, она складывается ещё из комфорта игрока, монетизации на всякий случай, уже имеющегося отношения и авторитета игры, ну вы понимаете. Поэтому нет гарантии, что именно изменение просто какой-то одной механики существенно улучшит ситуацию по онлайну. А вот обратный эффект очень даже может иметь место. Ведь у нас огромное количество игроков опыта. Игроков, которые годами учились хедшоты ставить, и имеют высокий хедшот, так сказать, рейтинг в процентах. И вот этим товарищам вы сейчас, разработчики, если вы действительно решили пойти путём, о котором я говорю, вы проводите им прямо этим СТК и махпулом сочно по губам. А на горизонте маячит всё тот же друг. Да, Сосопов Леошвили. По большому счёту, вот эти острые моменты, когда ты вылетаешь и ставишь хедшот, даблкил, взрыватель голов, крушитель черепов, мозголом, вышибатель, нагибатель. В эти моменты ты получаешь нереальные ощущения. И многих старых, задротистых таких игроков белую кость Варфейса именно эти ощущения и держат в этой игре. И если Варфейс превратится в просто ещё один Call of Duty, я не исключаю, что данные игроки к нашему проекту, к сожалению, всяческий интерес со временем потеряют.